доброе утро мои хорошие сейчас тоже без 15 7 на самом деле я проснулась в 6 но потом еще повалялась я вчера чего-то так головной болью уснула и сегодня проснулась глаза болят голова немножко болит ну если честно погода радует вообще на улице у нас сейчас солнечно классно вот а еще я очень люблю проснуться пораньше когда мои все еще спят приготовить завтрак пойти умыться причесаться заняться собой вот только мамы на время еще по моему я вчера подзаборела вообще вот эти всплески негативных эмоций они плохо влияют на организм и я вчера у меня к вечеру горло подразболелось да с психосоматика начала действовать в общем живите в мире живите в спокойствии но большое вам спасибо за вашу поддержку это вообще ну для меня это было такое удивление я конечно к вечеру то я уже меня попустила я отошла вот я вообще быстро отходчивый человек я никогда долго не злюсь но и стараюсь в себе не держать не накапливать вот этот вот отрицательный запас энергии я не могу его аккумулировать не могу его перерабатывать самостоятельно мне его нужно просто выпустить наружу и тогда я как бы заново наполняюсь положительным зарядом вот я не знаю может быть есть люди которые могут это перерабатывать в себе но я считаю что это очень неполезно для тела неполезно для души неполезно для головы лучше раз высказать благо у меня есть зрители youtube да которые меня поддерживают вчера было очень много комментариев и большое спасибо вам за поддержку за ваши советы за ваше мнение это очень ценно для меня сварила детка манную кашку малинка черничка ягодки кирилл вот пьет такой био йогурт у него проблемы с кишечником дальше больше не с кишечником да с выводом наружу это было всегда у нас самого детства даже если он ест много овощей фруктов ну вот как-то у него так организм действует но вы знаете вот эта вот штука начала помогать я правда брала вот в эдаке там были другие а эти вот немножко валди я взяла с малинкой сегодня опять в эдаку зайду возьму тем те ему больше понравились эти со вкусом что-то ну он пьет но как-то говорит не очень они ему нравятся ну вот сейчас еще достану орешков и будет полноценный завтрак дочка дочка ты собачка встань я показываю как мы так красиво тебе хвостик сделали вот такая у нас пальмочка красивая нам тетя саша прислала такую заколку наконец-то можно ходить без шапки да а ну что ты там лежишь сидишь на полу вставай доча дочь дочка кто крутятская девчонка ты с татуировкой на руке до шляпой в очках ну красотка же сирень цветет хорошо пока родители покупают дети загорают да как они туда забралась ты помог ты помог вот же шупрямая настырная девчонка я сама я сама буду три часа подниматься по лестнице на сегодня очень хорошая погодка мы уже скупились папа там вносит наши покупки а мы три часа поднимаемся такое яркое солнышко прикупил муж мне подарил правда вообще такие яркие красивые и я вам еще не показывала своего нового жильца валки продавали вот такое я так думаю что это денежное дерево если я ошибаюсь в уме напишите кстати продавался сразу с горшком вот здесь у меня живет еще такой цветочка стас на обед захотел это вот картошка буряк и пастернак вот такие вот типа картошка фри да типа фри но не фри помысл называется здесь вот а детки будут тефтельки и лапшичку сейчас сотворю мама сделала очень вкусный салат потерла морковку туда зеленый лучок буквально зубочек чесночка до остренький салатик получился а не очень понравился это лучше это лучок да а я даже не дождалась обеда говорит буду кушать салат вот сметанкой заправила и ням ням когда арбузик будешь кусать вкусный арбузик папа тоже будут кушать арбузик и кирюня будет кушать арбузик правда где вкусный карбузик купили кирюша говорит почему семечки белые в ритт они же должны быть черные и они есть семечки да тут вот приготовилась уже это free такое себе буду выкладывать сейчас ну все будем обедать и вам приятного аппетита в общем купила я таких два бокса сейчас буду приводить свой кабинет в порядок и думаю покажу-ка я вам все свои сокровища ну это пойдет явно на новый год или не знаю пока вот из этих я хотела сделать топиарий буду сразу показывать вам вот у меня есть два ведерка и когда-то это будут топиарий есть проволока для этого в общем все есть нет пока натхнение ждем ждем натхнение буду сразу сюда пока убирать вот все что вам показала значит это тоже ждет своего часа это детский мобиль на кроватку я вот хочу попробовать сделать такой мобиль вот из фетра хочу сделать игрушечки попробовать сделать мобиль на кроватку моим деткам не пригодится но в качестве развития я просто очень хотела раньше сделать мало ли да вдруг мне понравится я же не знаю что мне может понравиться так ну это будет новогодние игрушки давайте без ну да ну это тоже или в топиарий пойдет или для упаковки я использую на своих улиток в лист как травку подкладываю дальше у меня здесь есть вот кукольные волосы когда-то я была увлеклась этими куколками заказала себя на алиэкспресс в принципе у меня не прошла еще жажда жажда действий хочу хочу сделаю пусть лежат ждут своего времени также у меня есть вот такие я тогда не купила не было у меня маленьких я первую куклу свою черную делала из вот таких волос и и эти остались светлые лежат тоже ждут когда-нибудь там таз у меня пылесосит так что немножко наверное не сильно слышно но это все для упаковки такие мелочи которые используются в упаковке чтобы было красивее это вот у меня я когда-то увидела и не прошла мимо не знаю не смогла не такие маленькие такие симпатичные может быть когда-то это будет на какие-нибудь куклы поварят а пока ждут это вот тоже для куклы я покупала такую шляпу я должна была это отклеить да и вот шляпка на куколку будет такая дальше далее купила вот такие две ручки для кошельков знаете такие в патч-ворке шьются большие кошельки красивые вот тоже хочу сделать тоже лежат тут своего 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 времени это тоже будет такая картина значит у меня есть лен я на нем что нибудь выщу такое типа грибочек какой нибудь там с камашечкой цветочками это будет такая вот картинка так что видите у меня у меня много идей идей у меня много но пока как-то вот не стоит вот это будет два веночка я хотела сделать один в морском стиле типа вот знаете как здесь будет висеть висеть рыбки или ракушки здесь вот тоже ракушки ну ракушки текстильные а здесь ракушки обыкновенные настоящие этот я еще не знаю этот я вижу а этот я пока не вижу но тоже ждет дальше посмотрю что у меня здесь так вот это вот реснички опять же видите такие длинные красивые реснички для куколок вместе с волосиками будет лежать это вот тоже мелкие такие прищепки проволока она везде проволока это толстая хорошая она для поделок очень хорошо подходит далее здесь у меня запасной пистолет вот толстые вот эти вот клеевые они не очень что подходят я пользуюсь маленькими эти наверное пойдут в тазу жить ну так как я вот подувлеклась вышивкой то у меня вот есть такие пяльца они разного размера я использую пока маленькие пяльца потому что вышиваю на маленьком до участке а это вот если я захочу что-нибудь вышить уже более объемное возьму тогда эти это вот цветная бумага но она вот такая рифленая она используется раньше я ходила на курсы по изготовлению цветов бумажных и вот мы такой вот бумаги мы делали цветы получалось очень красиво ну решила вспомнить детство когда-нибудь что-нибудь сотворю это просто скотчем это вот толстый двусторонний скотч используется больше как вот чтобы что-то конкретно прилепить куда-то это вот маленький я их использую для фотографии я когда альбомы делаю отрезаю и клею фотографии на вот эти вот альбома вот этот пластырь альбом в альбом это на хэллоуин я делала такую улитку с пауком вот и и она а я ее подарила да одну подарила а вторую но без паука на ее купили а с паучком я подарила но я очень поздно в прошлом году стала шить поэтому я стала шить в сентябре но как бы в октябре уже хэллоуин тоже было не актуально вот дальше не знаю для чего не спрашивайте у меня хранятся вот такие кольца ну мало ли когда нибудь пригодится я вот думала там или нитками вот это вот все замотать да вот либо натянуть сюда что-то и не знаю не знаю но не выбрасываю пусть лежит лежит так девчонки подождите шпажки очень полезная вещь в хозяйстве я вам хочу сказать я их прятать не буду но это для чего нибудь еще не знаю просто что-нибудь хранится это и оставляю это прячу опять же брала для упаковки улиток пока не знаю что с ним делать так это у меня в лисе и вот это вот все это органза это вот просто подстилушка вот из органзы хотела делать во первых она мне пригождалась на новый год для всяких поделок поделок а сейчас я хотела научиться делать знаете такие заколки вот банты из органзы очень мне хочется попробовать ну а это называется вы знаете жалко выкинуть вот покупала в прошлом году для декора венка на двери на двери вот такой здесь был шпагат толстый и у меня остались вот такие вот бобинки мне их выкинуть и жалко но что с ними сделать я еще не придумала может быть у вас есть идеи какие-нибудь подскажите мне чтобы я вот думала сделать игольницу такую большую натянуть сверху естественно обтянуть это все дело да вот и сделать такая вот игольница пока я только вижу этот вариант дальше вот такие трубы ну это да это нет туалетной бумаги на них был намотан фатин но вот остаются такие толстые трубочки не выбрасываю опять же не знаю для чего пригодится это вот тоже от лент остаются такие бобинки они деревянные классные тоже думала может быть что-то типа игольницы можно будет сделать у меня их здесь уже вот четыре штучки пять штучек киндеры отдельный разговор когда я увлеклась вязанием крючком я думала из вот этих маленьких киндеров сделать желуди и сделать такую вазочку с желудями может быть сделаю до осени еще время есть вот так как бы до более такой осенний декор и может быть сделаю дальше вот этим хотела и хочу до сих пор сделать две пчелы повесить на балконе я видела в интернете таким черным ликопластырем делают здесь полоски вырезаются из бутылки такие крылышки и получаются классные пчелы вот хочу сделать у меня их будет три штучки это останутся на следующий год к пасхе я их обмотаю шпагатом вот здесь видите есть сверху дырочки это будут такие подвесные яйца украшу естественно все и будут у меня такие подвесные яйца это тоже все то ли от киндеров в общем не помню это вот от йогурта такие тоже оно яичко образовывает тоже будет ждать пасху в следующем году что-нибудь придумаем что еще я вам не показала это будет опять же тоже ждет оно осень это будут венки и здесь еще покажу вот у меня остаются после цветочков вот такие горшочки маленькие я их все пооставляла не знаю что это вот огурчики были в такой баночке это вот соусы всякие тоже были в таких маленьких но это больше для хранения каких-то бусинок а вот из этого можно что-то сделать может быть когда-нибудь я их покрашу и как-нибудь украшу не знаю но не выбрасываю вот я таки разобрала спустила один ящик вниз этот ящик у меня с тканями он здесь остается сверху наполнитель но мне его некуда прятать внизу там органайзеры спрятаны и в общем-то наконец-то стол мой чист я оставила только то чем я сейчас пользуюсь или планирую чем пользоваться вот а все остальное я спустила в подвал ну вернее я собрала а стол спустил в подвал и представляете что я вспомнила я вспомнила что я купила растения я пришла тогда тихонечко я пришла и оставила его здесь стоять это бедное растение представляете себе я не знаю как я догадалась его полить прежде чем сюда его поставить и это вот он у меня уже неделю здесь стоит хорошо что я его полила в прошлый раз здесь у меня бедные засыхающие цветочки положи на место и не трогай это цветок который рос на улице у меня и я его занесла еще осенью и вот всю зиму он у меня выстоял хотя он должен был уже повянуть и умереть но нет нет а это у меня кусочек был такой маленький маленький но сейчас вот он начал ветвиться и здесь у него видите корешки я так думаю может это он так должен стелиться хотя я знаю что такое растение оно в основном вверх растет тогда зачем ему эти корешки странно мне это все ну есть еще что у нас убирать мы сняли тюль вот тюль штору в общем во всей квартире буду теперь еще перестирывать тюль ну весна уже заканчивается а у нас все еще весеннее обновление так девочки сижу выбираю столик хочу вот рядом с креслом с этой стороны поставить столик торшер будет либо за либо с этой стороны а здесь будет столик и вот я сижу выбираю на амазоне а вы мне будете помогать чего-то меня потянуло вот на такого вида столики как-то вот мне хочется что-нибудь такое кривоногое но я сомневаюсь но это мне просто вариант понравился ну посмотрите я конечно такое себе не поставлю но хочу мужу показать следующий вариант вот такой просто маленький мне в принципе не надо там ничего большого а так просто когда сидишь что-нибудь там телефон положить да или чашку там кружку поставить вот такой вариант так следующий вариант вот этот но скорее всего нет я пожалуй его сразу закрою вот этот вот этот мне нравится очень но есть один маленький нюанс совсем таки нюансик его цена цена у него просто огромная этот этот вот попроще совсем простой я бы сказала вот он в интерьере где его показать вот так вот выглядит и по цене он приемлемая у него цена такая радует глаз или вот вариант тоже очень интересный такой он такой он функциональный но я не знаю как он будет вот у нас в интерьере смотреться есть еще вот этот вариант этот точно будет он нам по цвету подходит но он такой не особо прям чтобы интересный так вот такая вот колченогое создание в интерьере вот этот мне понравился ну что-то меня сегодня на кривоногости тянет но опять же цена как бы у него высокая эта полочка только немножко в другом варианте ну мы ее тоже закроем смотрите какой прикольный шкаф в виде лодки ну что-то типа книжного шкафа такого можно туда что-нибудь декор какой-нибудь поставить они здесь вообще они есть крутые всякие разные видите даже вот в таком плане обалдеть просто чего только люди не повыдумывают вот такой столик но тоже что-то мне не очень он закроем ну это я себе смотрела под ноги коврик такой положить и собачку заодно присмотрела так это мы тоже закроем и того вот этот этот под вопросом этот такой вот такой хочу 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 блин но 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 кстати у него почему-то всего две звезды а чё пишут плохое качество что не так пишешь а а Ну, как видите, да, не повезло мне с этим столом, отзывы у него плохие, пожалуй, закроем. Ну, это, да, скромно и дорого. Так, мне пока еще нравится, не буду закрывать. Этот закрою, чтобы не мешал, потом открою. В итоге остается нас немного. Сейчас муж выйдет, покажу ему. Хотя он, скорее всего, вот эти вот мои антиквариаты забракует. Более вероятно, что это будет этот или вот этот. Или вот этот. То есть вот это будет три, которые Стасу могут понравиться. А эти явно ему не подойдут. Хотя я буду очень удивлена, если наоборот. Ну, вот этот, смотрите, какой он крутой. Вообще. Можно мне подарок на Новый год? Ну, вот так вот. Муки, муки, муки выбора у меня. Ну, вот. Да. Да. Да.